Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогой Наш Небесный Отец, спасибо Тебе за день чудесный, воскресный, солнечный. Сегодня мы пришли к Тебе, почтить Тебя, Твоим Иисусом Христом. Ибо Ты хочешь, чтобы мы приходили при Твое Лицо постоянно, и мы благодарим Тебя, Господь. Что Ты дисциплинировал нас в том, чтобы мы приходили при Твое Лицо. Каждое воскресенье во имя Иисуса Христа это особенное, особенное, когда мы почитаем Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Когда мы свидетельствуем о Твоем присутствии в нашей жизни во имя Иисуса Христа, окружающим людям во имя Иисуса Христа. Потому что наше общение с Тобой ежедневно, каждую секунду в нашей жизни, наше богослужение Тебе круглосуточно, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Но сегодня мы свидетельствуем о том, что мы верим в Тебя во имя Иисуса Христа. Мы свидетельствуем о Твоем миру во имя Иисуса Христа, что Ты наш Господь, что Ты Царь, что Ты Владыка неба и земли, что Ты Царь, Царь и Бог Богов, и Господь Господствующих, и нет подобного Тебе. Ты Агнец, заклонный за нас от начала создания Твоего мира. И мы, воспоминания о Твоей жертве на кресте, творим это причастие, это хлеб преломления. Ты хлеб, шедший с небес, Ты новое вино Царства Небесного. И мы пьем новое вино Царства Небесного, Твоим Иисусом Христа. Мы из тела Твоего, Господь, прославленное во имя Иисуса Христа. Мы из тела Твоего, Господь, силой Которой Ты покоряешь Тебе все во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Ты избрал нас для Своей славы. И мы ищем славу, чести и бессмертия во имя Иисуса Христа. Сегодня открывайся нам еще глубже, еще больше во имя Иисуса Христа. Пусть уши людей будут открыты для того, чтобы услышать глаз Сына Божьего во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Пусть мертвые воскреснут во имя Иисуса Христа. Пусть могилы откроются во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава Тебе, наш Небесный Отец! Пусть наша любовь к Тебе, радость Духи Святом умножается во имя Иисуса Христа. Молюсь. Аминь. Аминь. Аллилуйя! Слава Тебе, Иисус! Давайте прославим нашего Господа. Это Ты. Слава Тебе, Иисуса Христа. Это Ты. Это Ты. Это Я. Не бойся, страхи и мучения. Это Ты. Это Ты. Это Я. Это Я. Люби меня с любовью совершенную. Я так хочу совершенно любить от Тебя. Я так люблю тебя, что умер за Тебя. Я живу, чтоб ты счастливою была. Глянуть не гневаться, не укорять тебя. И моя милость не отступит от Тебя. Ты утвердишься, правда, будешь далека. От Тебя. От Угнедения и от Ужаса врага. Это я, это ты, это ты Изгонят я такие ужасы от меня Это я, это ты, это ты Завет мира твой не понелевлится Я так хочу заряженно любить от тебя Зачем же ты боишься меня зря? Я так люблю тебя, чтоб умер за тебя И я живу, чтоб ты счастливою была Клянуть не гнева, да не угорят тебя И моя милость не отступит от тебя Ты утвердишь вся правда Будешь далека От угни пения и от ужаса врага Малилуя, слава тебе наш Иисус Слава тебе наш Господь Давайте окроем Священное Писание Сегодня у нас мы будем размышлять над Словом Божьим Но вначале мы будем учиться молиться по Слову Божьему Будем учиться молиться по Слову Божьему И отождествлять это Слово Божье лично с Собою Потому что когда мы отождествляем Слово Божье лично с Собою То Слово Божье отождествляет нас лично с Собою А Слово Божье это Бог Слово Божье это Сам Иисусу Слово Божье – это Бог, да, потому что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и все через Него начало быть, что начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Аминь. Был свет истины. Аллилуйя. Слава Господу. Был свет истины. Аллилуйя. У нас на очереди сегодня Ефесянам, первая глава. Давайте откроем. Был свет истины. Мы видели славу Его, как единородного от Отца. Аллилуйя. Слава Господу. Единородный от Отца. Скажите, я единородный от Отца. Я единородный от Отца. Мы единородные вместе с Иисусом. Аллилуйя. Ефесянам, первая глава. Откроем. Слава Господу. Так, где же ты, Ефесянам? Сейчас, вот. Всю главу будем переводить на себя. Павел, воля Божия, апостол Иисуса Христа, находящийся в Шахтерске, святой и верной в Христе Иисусе. Вы говорите о себе, в том городе, где вы живете. Вот. Переводите на себя. Я живу в Шахтерске, в России, на Дальнем Востоке, в Сахалинской области, да, вне восточный край, и на Сахалине, на острове Сахалине, вот, в городе Шахтерске, в Углегорском районе. Так, вот, ко мне Господь обращается, находящийся в Шахтерске, святой и верной во Христе Иисусе. Благодать мне и мир от Бога Отца моего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа моего и Иисуса Христа. Благословише меня всяким духовным благословением в небесах, так как Ты избрал меня во Христе прежде создания мира, чтобы я была свята и непорочна пред Тобой, в любви, предопределив удочерить меня, Тебе, через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, по хвалу славы благодати Своей, которую Ты облагодавствовал меня, возлюбленном, которым я имею искупление кровью Твоей, причине грехов по богатству благодати Твоей, каковую Ты при избытке даровал мне во всякой премудрости и разумении. Открыв мне тайну Своей воли по своему благоволению, которое Ты прежде положил в Себе, в устроение полноты времен, дабы меня, небесную и земную, приединить по главу Христу. В Тебе я сделалась наследницей, Вы предназначены к тому по определению совершающего Бога, совершающего меня по изволению воли Божьей, дабы послужить к похвале славы Твоей мне, которое ранее уповало на Тебя. В Тебе я, услышав Слово Истины, благовествование моего спасения, увервав в Тебя, запечатлена обетованным Святым Духом, который есть залог наследия моего для искупления удела Твоего в похвалу славы Твоей. Посему и я, услышав о моей вере в Тебя и о любви ко мне, непрестанно благодарю Бога за себя, Бога вспоминая о Себе в молитвах моих, чтобы Бог Господа моего, Иисуса Христа, Отец Славы дал мне Духа премудрости и откровению к познанию Тебя и просветил очи сердца моего, дабы я познала в чем состоит надежда призвания Твоего и какое богатство славного наследия Твоего для меня святой. И как безмельное величие Твоего во мне верующий по действию державной силы Твоей, которую Ты воздействовал в себе, воскресив меня из мертвых и посадив одеснуюсь Тебя на небесах, прележив всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именимого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Твои и поставил Себя выше всего главой церкви, которая есть тело Твое, полнота наполняющего меня во мне. Аминь, Аллилуйя, слава Господу. Так, мы перевели. Мы имеем личное отношение с Господом, да, наша церковь, она, в общем, ставит акцент на личных отношениях с Богом, поэтому нас интересует, значит, Бог, вот, и лично мои с Ним отношения, вот, и из этого вытекает все остальное. И это приоритет номер один в нашей церкви, поэтому мы утверждаем о том, да, что самое главное нам нужно, вот, заботиться сначала о своей Душе, вот, заботиться о себе, вот, любить себя, иначе, если ты не будешь любить себя, у тебя не будут способности по-настоящему любить ближнего своего как самого себя, вот, поэтому мы любим, прежде всего, хочет себя, поэтому нам очень важно иметь с Богом отношения, да, вот, классные отношения, чтобы они были близкие отношения во имя Иисуса Христа, вот, чтобы мы были уверены в том, что Господь, Он всегда за меня, во имя Иисуса Христа, Аллилуйя. И здесь мы таем акцент на благословениях, которые хранятся для нас на небесах, да, и мы сейчас должны понимать, что мы уже сейчас посажены на небесах, вот. 20 стих говорит о том, который ты воздействовал во Христе, воскресив себя из мертвых, да, и посадив одесную себя на небесах, вот. И он воскресил, да, Бог воскресил, значит, Иисуса, вот. И вот эта вот сила, которая воскресила Иисуса Христа, вот в 19 стихе написано, эта сила действует, державная сила его действует на верующих, вот. И эта сила, она безмерная, безмерная, то есть нету меры этой силы. Это величие, могущество Бога, оно в нас, во мне, вот, во мне, во мне и в тебе, Аллилуйя. И вот мы должны осознавать, что мы на небесах посажены, вот. Поэтому эти благословения, которыми Господь уже нас благословил, мы можем пользоваться уже сейчас, вот. Аллилуйя. Всяким духовным благословением в небесах. То есть духовное, оно, это не значит, что духовное нельзя потрогать там и, в общем, взять, вот. Вот, но это доступно только для нас, вот. В ком есть ДНК Бога. В тех, кого Бог воскресил и посадил на небесах во Христе Иисусе. Кто не знает из Христа, тот не имеет способности пользоваться духовными благословениями. Мы с вами можем, вот. Потому что нам дана власть. И Бог, Он поставил Иисуса, да, выше всего, вот. Превыше всякого, всякой власти, которая только есть здесь. Вот. И не только, превыше всякого начальства и власти, силы, господства, всякого имени, именуемого, не только все веки и в будущем. Вот. И все покорил под ноги Его и поставил выше всего главу Церкви. Вы знаете, что Церковь, да, она выше всего. Вот. Церковь – это тело Христа. Потому что Христос, если Он глава Церкви, да, голова не может быть отдельно от тела, понимаете? Вот. Потому что это целое тело Христа. Да, и Он говорит, что мы Его тело. Вот. Мы одно. Одно тело, не один дух, а одно тело с Иисусом. Мы должны понимать, что мы не только один дух с Господом. Вот. Но мы одно тело с Господом. Потому что Он есть... Вот. В 20-30 стихе говорит о том, что Церковь – это тело Христа. И это тело Христа наполняет все, во всем. Аминь. Знаете, нам нужно быть мудрыми, как змеи, как говорил Иисус, и простыми, как голуби. Все во всем. Понимаете? Все во всем. Он... Тело Христа наполняет все во всем. Аминь. То есть не говорили о том, что это, в общем... Этот человек, допустим, верующий, да, христианин. Вот. И они верующие, ну, якобы... Это в них нету, как сказать... Нету церкви в этих людях. То есть мы должны понимать, что Бог использует всех абсолютно. Абсолютно всех. Он даже дьявола использует. Для того, чтобы его план осуществил. Вы понимаете? И нечестивых людей он использует. Для того, чтобы его план совершился. Аминь. Вот почему Иисус говорит. Будьте мудрыми, как змеи. В общем, простыми, как голуби. Аминь. Используйте нечестивых на всю катушку. Во имя Иисуса Христа. Для Царства Небесного. Аллилуйя. Вот. Это мудрость Божия. Не надо говорить. Вот мне от вас ничего не надо. Вот мне... В общем, от вас нечестивых не возьму. Вот. И так далее. Надо быть мудрыми, как змеи. И простыми, как голуби. Своими Иисусом Христа. Да? Пусть неправильные мысли, гордость, вот. Не обладеет тобой, не обладеет мной для того, чтобы обидеться, например. Или закрыться. Или, в общем, пусть справедливость торжествует и так далее. Начать говорить о том, что... Посмотрим, как вы будете жить без Бога и так далее. Ну, когда нечестивые, да, допустим, раздражают вас какими-то своими действиями. Вот. Поэтому нам нужно быть мудрыми. И Библия говорит о том, что тело Христа, оно наполняет все во всем. То есть ты имеешь власть наполнять. Наполнять все. Все. Богом. Вот. Все во всем. Аминь. Это власть церкви. Потому что Бог выше всякой власти. Наш Иисус Христос выше всякой власти. Он превыше небес превознесен. Мы во Христе Иисусе посажены на небеса. По Христе Иисусе. Аллилуйя. Слава Господу. Давайте будем мудрыми, да, как змеи. И простыми, как Богу. Аллилуйя. И пусть это Святой Дух, да, Он наш помощник, Он помогает принимать правильные мысли. Твой разум. Аминь. Отвергать то, как, казалось бы, для твоей, как сказать, для твоей, вот, чтобы справедливость восторжествовала. И тогда, вот. На самом деле, когда ты делаешь все правильно перед Богом, да, Бог все расставит по полочкам. Все будет служить в твою пользу во имя Иисуса Христа. Вот чего Бог хочет, чтобы мы, то, к чему мы пришли с вами. Аллилуйя. Потому что убежать от проблем, да, любой дурак сможет. А вот решить проблему, это привилегия мудрых людей, разумных людей в своем Иисусе Христа. Аллилуйя. Поэтому мы будем мудрыми. Аллилуйя. Потому что это природа Бога. И мудрость не земная душевная без теска, а мудрость, входящая выше. Аллилуйя. И если ты запечатлен святым Духом, то эта мудрость в тебе есть. Точнее пользоваться во имя Иисуса Христа. Бог все расставит по своим полочкам. Ты делаешь все правильно. Аллилуйя. Останься в тишине и услышь голос Божий во имя Иисуса. Чего хочет Господь. Аллилуйя. Слава Господу. Справедливость, как мы уже говорили, в том, что Иисус понес за нас наказание на кресте. И твои грехи, и грехи твоего ближнего, они не перевешивают жертву Иисуса Христа. Поэтому это и есть справедливость. Иисус понес наказание. И Новый Завет говорит о том, как мы пели с вами, да? Что я клянусь не гневаться и не укорять тебя. Поэтому, если ты имеешь природу Бога, если ты хочешь, чтобы в тебе был характер Бога, не гневайся ни на кого. Не укоряй никого, не укоряй ближнего, не укоряй, не гневайся во имя Иисуса Христа. Если Бог не гневается и не укоряй, он поклялся не гневаться и не укорять, значит, и ты будь таким. Скажи, я не буду гневаться и укорять твоим Иисусом Христа. Потому что я имею природу Бога, я имею способности Бога, я имею характер Бога во имя Иисусом. Аллилуйя. Мы совершенно во Христе Иисусе, ангеллое. Бог все растает по своим истям, ангеллое. Каждый человек, да, он сам знает свои недостатки. Он сам прекрасно понимает о своих ошибках. Вот. Поэтому не лишне будет вдохновение человека. Не лишне будет сказать доброе слово. Вот. Быть нисходительным. Вот. Терпеливым. Нежели указывать на недостатки. Вот. Человек сам знает. Вот. В чем он не прав. Человек, каждый человек сам о себе знает свои недостатки. Вот. И поэтому мы приближаемся к Богу. Мы ищем его лица. Для того, чтобы увидеть свои недостатки. И для того, чтобы Святой Дух помог нам, да, скорректировать самим лично. Когда ты имеешь личное отношение с Богом, то Бог не оставит тебя в таком состоянии. Он все сделает для того, чтобы ты изменился. Вот. Если ты этого хочешь. Вот. Это нужно и для нас самих, для нашей жизни, да, благочестивой. Чтобы мы жили благочестивой, верующей жизнью, да, и имели жизнь тихую, безмятежную. Чтобы была гармония. Что была атмосфера Царства Небесного вокруг тебя. Была атмосфера Царства Небесного в тебе, во имя Иисуса Христа. В твоем доме, во имя Иисуса Христа. Бог этого хочет, Бог этого желает, во имя Иисуса Христа, чтобы в твоем доме царил мир Божий. В твоем доме была радость, много радости, много смеха. Вот. Чтобы не было никакого страха во имя Иисуса Христа. Чтобы не было никаких раздоров там, ябед, клеветы, плетен и так далее. Это Бог ненавидит у меня. Вернословие, чтобы не было. Чтобы мы были почтительны друг к другу. Уважительно относились. Вот. В почтительности друг друга предупреждали. Если что-то, да, видите, куда-то не туда человек пошел. Нужно делать это мягко. Вот. С почтением, с уважением, чтобы человек почувствовал, да, вот, не униженным себя, не оскорбленным, а именно, что человек хочет, вот, направить, да, помочь, направить правильное русло во имя Иисуса Христа. Потому что добрый совет, да, духовного человека никогда не помешает. Аминь. Слава Иисусу. И самое лучшее для нашего исправления – это Слово Божье. Вот. Поэтому очень важно нам слушать Слово Божье. Аминь. Поэтому очень важно прививать Слово Божье. Аллилуйя. Чтобы никто не мог тебя совратить, да, своими Иисусом. Аллилуйя. Кто бы там что ни говорил, у тебя уже, вот, ты знаешь, да, вот, в конце концов, если это истина, да, то она делает тебя свободным. Если это не истина, то есть, если ты не чувствуешь себя свободным, да, значит, никакая не истина. Вот. Слава Иисусу, что наша церковь, церковь направлена на то, чтобы служить и оправдывать нечестивого, понимаете. Не укорять там его, не ругать, а именно оправдывать. Оправдывать, вот, призывать к покаянию и так далее. Вот. И грешников, да. А братьев и сестер в Ахаристе не укорять, а именно оправдывать, что я не искусь. Потому что Бог этого хочет. Потому что Дух Святой – это служение оправдания. Оправдания. Аллилуйя. Дух Святой нам дан, как залог любви Бога. Аминь. Слава Иисусу. И Новый Завет – это служение оправдания. Аллилуйя. В Ветхом Завете там было служение осуждения. А здесь служение в Новом Завете. Служение оправдания. Аллилуйя. Что бы там брат сестра не натворили во имя Иисуса Христа? Бог оправдывает. Бог не вменяет тебе греху во имя Иисуса Христа. Если ты видишь в каком-то недостатке, молись во имя Иисуса Христа, за кого-то. Но не укоряй, не гневайся во имя Иисуса. В почтительности друг друга предупреждайте. Будьте нежны друг другу во имя Иисуса. Не входите во имя Иисуса. Это атмосфера Царства Невестного. Аллилуйя. Это культура Царства Невестного. Аллилуйя. Нам нужно учиться. Нам нужно учиться правильно разговаривать во имя Иисуса Христа. Со своими ближними. Нам нужно учиться правильно разговаривать со своими детьми во имя Иисуса Христа. Правильно разговаривать со своими родителями. почтительно, во имя естественно. Я, когда была в Южном, ходила в церковь, там одна сестра, Татьяна, вот она, кстати, шахтерская, и она, в общем, ее дети называют Навы. Ее дочка там, ну, что-то, думаю, странно, никто так не называет. Она, мама Вы, мама Вы. Я называла ее Навы. То есть они так воспитали, понимая эти дети. То есть уже Навы, это уже побеждать человека уважать, уважать. Да, и все благородные люди, аристократы, они разговаривали именно Навы. Муж с женой, хоть они живут уже много лет, они разговаривали друг с другом уважительно, Навы. и вот. Благородные люди, они всегда разговаривали Навы. Вот. Это уважение. Вот. Конечно, современный мир тут, менталитет простых, простого народа, да, менталитет такой, они там, а ты, как бы, в общем, разговаривают. Обычно за животными разговаривают на ты, потому что с ними Навы не разговаривают, только когда их много. Вот. Но нам нужно учиться вот, культуре общения, нужно учиться культурно разговаривать, не дерзить, не грубить, потому что это не царство небесное. Аминь. Слава Иисусу. С того момента, да, когда Христос висел на кресте и сказал, совершилось, с того момента все, все совершилось уже. Все эти грехи были уничтожены своими Иисусом Христа. Смерть твоя разрушена. Аллилуйя. Поэтому мы не гнило и не укоряем. Если что-то происходит, это ты должен понять, что реальность духовного мира, она должна быть в своих глазах больше, нежели реальность физического мира. Вот. Поэтому мы, как духовные с вами люди, должны принимать принимать истину о человеке духовную. То есть невиновен, никогда невиновен. Аминь. Что бы там ни случилось, невиновен. Аминь. Не вменяя преступления. Отче, прости им, ибо не ведут, что творят. Так говорил Иисус. на тех людей, которые его распинали. Он молился за тех людей, которые его убили, распинали, вот, издевались, насмехались и так далее. Вот. И это характер Бога, это характер Христа. Характер Христа. Характер Сына Божьего. Аллилуйя. И очень прости им, ибо они ведут, что творят. Аллилуйя. Тебя никто не сможет убить. Тебя никто не сможет погубить твою душу, потому что она в руках Божьих. Иисус говорит, не бойтесь убивающих тела, но больше бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в гиене огни. Но это было во времена Ветхого Завета Иисус об этом говорит, да? А сейчас нам вообще ничего не нужно бояться по Новому Завету. Аллилуйя. Потому что на небесах нету дьявола. Он под нашими ногами. Аллилуйя. Слава Иисусу. Если кто-то прикасается к тебе, то у него большие проблемы на самом деле. Вот. И ты можешь решить проблему ближнего человека, этого человека. Когда ты будешь думать мыслями Бога, не изменяются грехи, невиновен своими Иисусу Христа. Невиновен Твоим Иисусом. Иисус умер за тебя. Невиновен. Аллилуйя. Таким образом ты приобретаешь детей для Царства Небесного. Это твои дети. Это дети, которые ты рождаешь. Вполне возможно в муках. Как говорил апостол Павел, для которых я снова в муках рождения доколе не изобразится вам Христос. То есть порой его дети вели себя так. Не радовали их, как говорит Иисус. И поэтому он говорит, что я в муках рождения. Доколе не изобразится вас Христос. То есть вокруг братья сёстры и мы видим недостатки. И порой бывает, что муки рождения. Но мы должны перетерпеть вот этот период в своей жизни. И понять, что до скорби следует радость. Аминь. Что это не навсегда. Это скорбь. Аллилуйя. И вообще скорбь это на земле. Когда ты осознаешь себя на небесах, ты живешь небесами. Аллилуйя. Если ты сильный духовный человек, ты приносишь атмосферу небес в то место, куда ты приходишь во имя Иисуса Христа. Если слабый, то больше мир на тебя влияет. И твои мысли заполняются таким мусором из мира. Но Господь говорит, истинная благочесть это презирать сирот и вдов и хранить себя неоткверненным от мира. Аминь. Слава Иисуса. Поэтому духовно и сильно мы приносим атмосферу небес. в то место, куда мы приходим в имя Иисуса. Алло. Где бы ты ни находился, ты приносишь атмосферу небес. Ты не гнил и ты не укоряешь. Алло. Слава Иисусу. Итак, давайте сами начнем уже размышлять. Словом Божьем 2 Коринфянам 5 глава 1 стих. 2 Коринфянам 2 Коринфянам 5 глава Ибо знаем, что когда земной наш дом эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилища на небесах дом нерукотворенный вечно. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Иисусу. Ну, давайте еще 2 стих почитаем. Так. 2 по 9. Оттого мы воздыхаем, желая облиться в небесное наше жилище. Только бы нам и одетым не оказаться на гиме, ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечь но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое Иисус дал нас Бог и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушенствуем и как знаем, что водворяясь в теле мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видение, то мы благодушенствуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся водворяясь, выходя ли быть Ему угодными. Аминь. Слава Иисусу. Слава Господу. Слава Иисусу. Да. Здесь нужно глубже копать этот стих. Мы понимали раньше о том, что когда мы умрем, это значит, мы водворимся у Господа. Вот. Но нам нужно мыслить, что мы уже сейчас позворились у Господа. Потому что когда Иисус умер на кресте, мы умерли вместе с Ним. Это был момент, когда ты высыл из своей хижины земной, из этого тела земного. Это твоя хижина разрушена. То есть ты умер, это умерло твое тело вместе с Иисусом. Когда Он умер на кресте, мы умерли вместе с Ним. Да. И мы имеем от Бога жилище на небесах. То есть мы должны понимать, что сейчас мы уже на небесах, посажены во Христе Иисусе. И мы имеем уже дом нерукотворенный вечный. То есть мы уже живем в этом доме сейчас. В этом нерукотворенном вечном доме. И мы выдворились уже у Господа. Поэтому мы и имеем возможность сейчас общаться с Богом, видеть Его лицо, общаться с Богом, с Ним отношения развивать. И оттого мы воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Мы воздыхаем, мы желаем облечься в небесное наше жилище. Все люди они воздыхают, потому что Бог создал людей, мы все одинаковые, он создал людей. И каждый человек, все 7 миллиардов на планете Земля ищет Бога. Но они просто этого не знают, что они ищут Бога. Почему они ищут чего-то наслаждения, удовольствия? Ищут радости, веселья. Они ищут Бога таким образом. Нам повезло, мы его нашли. Мы пришли к Господу через Иисуса Христа. И мы обреклись уже в наше небесное жилище. Аллилуйя. Потому что Господь это наше жилище небесное. Мы в нем он наше обитель. Господь моя обитель. Вот. Аллилуйя. Потому что третий стих говорит о том только бы нам и одетым не оказаться на гиме. То есть здесь говорится о том, что человек может быть лжехристом. То есть который не поверил действительно в то, что Иисус это Господь. Только притворяется. Ну допустим как Иудов. Он не верил, что Иисус это Бог. Он никогда не называл Его Господом. Никогда не называл Его Христом. Никогда не называл Его Богом. Он называл Его Учитель, Наставник. Вот. То же самое может случиться с человеком, который вроде бы верующий, но на самом деле не принадлежит Христу, на самом деле Антихрист. Вот. Поэтому и говорится только бы нам и одетым не оказаться на гиме. То есть это человек, который на самом деле не покаялся. Вот. Не верит, что Иисус это Бог. Не верит, что Иисус это Господь. Понимаете? И апостол Павел обобщает вообще всем. Обобщает вообще. Говорит всем людям. Здесь не написано святым. Я обращаюсь к святым. Здесь не написано, что к святым. Вот. Здесь говорится, ну, то бишь, он обобщает. вот. На всех людей это распространяется. И он говорит, ибо находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Или глотит. Скажите, Иисус поглотил нас жизнью? Или еще только поглост когда-нибудь? Наши смертное поглотил жизнью или нет? Вот. Лично я считаю, что когда я покаялась, в тот момент принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, в тот момент смертное было поглощено жизнью. Все. На сие самое создал меня Бог и дал мне залог Духа. Аминь. И кто такие, которые водворяются в теле? Кто такие те, которые водворяются в теле? Ну, то есть они ограничены только вот этой земной жизнью. То есть они не верят, что после дальше что-то будет еще. Они не верят, что есть вечная жизнь и так далее. Поэтому эти люди, они устранены от Господа. Вот как нам нужно это слово воспринимать. Те, кто ограниченной жизнью живет земной здесь, да, не имеет общения с Богом, это есть такие люди, которые 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 живут в теле, да, выйти из тела и водвориться у Господа. Желаем лучше выйти из тела, подожди, и как знаешь, что водворяется теле, мы устранены от Господа. То есть люди не верующие. Дальше написано ибо мы ходим верою, а не видением. Мы ходим верою, а не видением. То есть для тех людей, которые верят, а не видим. Вот. Поэтому очень важно нам видеть Бог. Для того, чтобы понимать о том, что ты уже водворился у Господа, что ты не устранен от Господа. Дальше восьмой стих. То мы благодушистым и желаем лучше выйти из тела. Выйти из тела это значит не возлюбить души своей даже до смерти. То есть выйти из тела это значит понять, что ты мертвый. Что твое тело мертвое. Оно умерло вместе с Иисусом. Вот. дальше. И поэтому ты водворился уже у Господа. Потому что тот момент, когда ты принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, понимаешь, что Иисус умер за тебя на кресте. Понимаешь, что Он за тебя умер на кресте. Вот. И а Бог воспринимает то, что Иисус умер на кресте, как будто ты умер на кресте. И знаете, мы считаем, что как будто мы умерли на кресте, а Бог считает, что это ты умер на кресте вместе с Иисусом. Потому что ты и Христос одно, я и Христос одно. Вот так Бог видит, Он считает. Поэтому ты сейчас уже, когда принял Христа, уже можешь водворяться у Господа. И водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодно. Потому ревностно стараемся водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодно. То есть водворяясь это то есть когда ты общаешься с Богом, когда ты ощущаешь присутствие Бога, что ты уже на небе сейчас, тебе хорошо. А когда выходишь из этого состояния присутствия Бога, хотя ты никогда не выходишь, но ты просто своей душой чувствуешь, что ты не ощущаешь так сильно присутствие Бога, как это было вот только что недавно. И все равно ты ему угодно. И нам нужно все время напоминать, что мы на небесах, что мы подворились уже у Господа. И что смертное уже поглощено жизнью. То есть Иисус уже поглотил нас в своей жизни. Аминь. Вот так нужно думать. Потому что вечная жизнь это уже сейчас, в эту минуту, в эту секунду. Аминь. Уже сейчас смертное поглощено жизнью. Не когда-то потом, когда ты, как люди думают, что когда их похоронят, они умрут, тогда водворятся у Господа. Не так надо мыслить. Ты уже водворился у Господа. Если бы ты не водворился у Господа, то ты бы не смог с Ним разговаривать, общаться вообще. Аминь. Потому что Бог грешников не слышит написанное. Но Он слышит, может, но Он не слушает их вообще. Аминь. А когда ты дитя Божье, да, посажен на небесах во Христе Иисусе, Бог все слышит. Каждое твое слово слышит. Вы знаете, в духовном мире это твое слово, оно имеет очень огромный вес большой. И очень важно нам говорить правильные вещи в твою жизнь и в жизнь окружающих наших людей в имя Иисуса Христа. Поэтому говори, у меня самый лучший муж, у меня самые лучшие дети вообще, у меня самая лучшая церковь, я самый лучший пастор, Аллилуйя. У меня самые лучшие соседи во имя Иисуса Христа, у меня самые лучшие друзья во имя Иисуса Христа, у меня самые лучшие родители во имя Иисуса Христа, у меня самые лучшие родственники во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Бог примерил всех врагов моих со мною, потому что мои пути угодны Богу, по имени Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава Господу. У меня самый лучший внутрь. У меня вообще все самое лучшее. Аллилуйя. Самые лучшие проповеди, самые лучшие песни, Аллилуйя, слава Господу. Самый лучший город, в котором я живу. Аллилуйя. Самый лучший дом, в котором я живу. Самая лучшая квартира, в котором я живу. Самая лучшая мебель, в которой у меня дома стоит во имя Иисуса Христа. Самая лучшая еда во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Самая лучшая одежда во имя Иисуса Христа. Короче, эти слова твои, они имеют очень огромный вес во имя Иисуса Христа. Потому что ты здесь, на небесах. И ты, Дитя Божий, Бог, слышит во имя Иисуса Христа. И будет то, что ты говоришь, Аллилуйя. Есть то, что ты сказал, Аллилуйя во имя Иисуса Христа. И когда говоришь какие-то негативные вещи, говори, я запрещаю всем негативным словам во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Я аннулирую все негативные мысли во имя Иисуса Христа. Я отказываюсь обвинять, я отказываюсь гневаться, я отказываюсь обижаться во имя Иисуса Христа. Я прощаю во имя Иисуса Христа. Потому что я и Христос одно во имя Иисуса Христа. Я и Отец одно. Раз Бог примирил с собой весь мир через Иисуса Христа, то и я, значит, примиряю с собой весь мир с Богом во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава Господу. Аминь. Слава Иисусу. Это вечность. Это вечная жизнь. Ты сейчас ее уже имеешь. И поэтому говори правильные вещи во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И вы знаете, даже если вы говорите неправильные вещи, вы знаете, что они вам не изменяются. Знаете, когда Иисусом, я еще хочу вам сказать, потому что я уже об этом говорила, поэтому не надо бояться. Ты еще там сказал неправильно. И все, ой-ой-ой, боюсь ее вдруг исполнить. Забыл сказать, что аннулирую все негативные слова. Запомни, что Иисуса били по устам. Потому что то, что ты наговорил, ты уже за это наказан. То, что ты наговорил всякую чушь, всякую мерзость, всякие обидные слова на кого-то. Бог это не вменяет. Бог это уже простил давно. Он очистил твои уста. Они чисты пред Богом. Вот. И поэтому, дорогие братья и сестры. Аллилуйя. Иисус уже понес наказание за все, что ты неправильно сказал в своей жизни. Аллилуйя. Но мы говорим эти слова правильные в своей жизни. Это для нас нужно, не для Бога. Понимаете? Вот. Потому что Бог уже все свершил. Но нам нужно самим это поверить. Аллилуйя. Чтобы это реально действовало, да? Чтобы наша душа почувствовала своими Иисусами. Чтобы мы свидетельствовали этому миру во имя Иисуса Христа. Да? Чтобы свет Божий отражался. Чтобы через тебя сиял Иисус. Аллилуйя. Слава Господу. Аминь. Слава Иисусу. Давайте дальше продолжим размышлять. Псалом 90-10. Давайте откроем. Псалом 90-10. Псалом 90-10. Псалом 90-10. Псалом 90-10. Псалом 90-10. Псалом 90-10. Аминь. Псалом 90-10. И знаете, вот жилище еще может быть, потому что мы поселились в обители Бога, да, в неркотворенном доме небесном, но и Бог поселился тоже в нас. Наше тело, да, вот это тело наше, это храм Святого Духа. И вот этому нашему телу, это дом Бога, наше тело, это дом Бога, это храм Бога. Вот этому телу ничего, зло никакое не приключится, понимаете? И язва не приблизится к жилищу твоему, поэтому ты не должен бояться. Если ты, Христос, одно, какая язва вообще? Вы читали в Евангии, что Иисус там кашлял, болел там вечером, язва какая-то была, зараза к нему пристал. Зародился какого-то прокаженного, когда к нему прикасался и возлагал на него руки и молился за него, чтобы он исцелился. Вот. Или когда он воскрешал кого-нибудь из мертвых, то он там валялся три дня, да, вот, после того, как воскресил кого-то, вот, в мучениях после такой, после такого события. Ничего подобного не было. Здесь вообще говорится о Христе, знаете? Что к Иисусу не приблизится никакая язва. Это к нему никакая язва не приблизится к его жизни, и не приключится ему никакое зло. Это про тебя и про меня, потому что Бог отождествляет меня с тобою и тебя, дорогой брат, дорогая сестра, в своем Иисусе. Аминь. Так, Псалом 14, 1, 5. Псалом 14, 1, 5. Господь, Псалом Давида. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебрацию его не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек. Своим Иисусом Христом. Аминь. Слава Иисусу. Видите? Это Псалом Давида. Это еще он жил по Ветхому Завету. Он еще жертвы приносил, животных приносил. Когда Иисус еще не умирал на кресте. И поэтому люди, они, те люди, которые, конечно же, держат себя, да, сильные люди. Вот. Умеют себя контролировать, умеют себя держать в руках, умеют себя, вот, как говорится, да, сильные люди. Не подвержены влиянию там какому-то. Ну, вот, нечестиво. Ходит непорочно, делает правду, говорит истину в сердце своем. Кто может пребывать в жилище Божьем? Это про нас с вами. Потому что мы уже водворились в жилище Божье. Мы уже водворились у Господа. И мы уже имеем нерукотворенный храм на небесах. Ой, нерукотворенное жилище наше. Аллилуйя. Нерукотворенное. Аминь. То есть это сам Бог, строитель, сам и художник Бог, который построил этот дом для меня, для тебя. Аллилуйя. И скажите, вот, ты можешь про себя сказать, что ты ходишь непорочно, делаешь правду, говоришь истину в сердце своем, не клевещешь языком своим, не делаешь искреннему своему зла, не принимаешь поношения на ближнего своего, то есть не принимаешь того, когда кто-то там на кого-то плохо говорит, а ты, ага, да, ну, такой-то. То есть ты этого не принимаешь. Тот, в которых презрен, отверженный, тот, в глазах которого презрен, отверженный. Вот. То есть который видит, да, человека, которого отвергают все. То есть он не проходит мимо такого человека. Вот. Но который боящихся Господа славит. То есть славит тех, славит верующих, славит церкви. Не позорит церкви, не говорит про церковь плохое, да, не говорит там про пунктеров плохое, там, про братьев-сесер плохое, не сплетничает там про них. Но наоборот славит их. Говорит только хорошее. Вот. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. То есть клянется, ну, потому что по Ветхому Завету, да, там, если человек поклялся, да, вот, то если он праведный, то он обязательно должен это исполнить. Даже если он поклялся сделать что-то плохое, понимаете, и сделал его. Вот, например, он поклялся, там, отомстить, там, за смерть брата, там, или еще что-то. И отомстил, убил, там, кого-то. Вот Бог, он, Бог слова, понимаете. Вот даже вот те люди, которые сидят в местах заключения, да, в местах лишения свободы, заключенные, зэки, они, вот, уважают тех людей, которые исполняют слово, держат слово. Кто не исполняет, они этих людей не уважают. Вот. Вообще, Бог ненавидит вот это вот все. Когда люди обещают, они исполняют. Когда они говорят что-то, вот, и не делают это. А человек ждет, надеется. Вот. Недавно там один брат, я не знаю, брат это или нет, но там, короче, приватная страница, то есть закрытая. Вот. А когда-то он был моим женихом, который собирался приехать, жениться. Вот. Но не сложилось, в общем. И прошло несколько лет, и вот недавно он написал, и сказал, что он приедет. Я ничего не стала отвечать, потому что я знаю, что нельзя верить человеку, который говорит, и не исполняет. Поэтому я ничего не ответила, а вот. Просто несколько вежливых слов, и все. Привет и спасибо, все. Это было два слова. Потому что человек, который много говорит, он много совершает. Вот. Поэтому, когда человек говорит и не исполняет, вот. Потому что именно это, это качество, да, которое Бог ненавидит больше всего. Когда человек говорит, клянется, вот, но не выполняет. То есть, такой человек, он зависим от обстоятельств, там, еще от каких-то там, вот, внешних факторов. И, в общем, от мнения людей, человек с низкой самооценкой. Вот. Всегда будет неуверенным. Человек с низкой самооценкой всегда будет ругать других людей. Человек с низкой самооценкой всегда, вот, оскорбляет других, ближнего своего. Вот. Для того, чтобы самому возвыситься за счет ближнего своего. И человек, у которого Божья самооценка, он не будет никого там ругать, вот, осуждать и так далее. Наоборот, он будет вдохновлять, наоборот, он будет поднимать, наоборот, он будет... Наоборот, этот человек будет, в общем, помогать человеку утвердиться, да, укрепиться. Вот. Не разрушать его веру, не разрушать его, не быть вероломным. Потому что, говорит человек, обещает, не исполняет. Говорит, обещает, не исполняет. А создается такое чувство, что вот обязательно исполнится. А на самом деле ничего еще и нет. И поэтому вот именно такие люди, да, которых клянутся хотя бы злому напиться. Потому что настоящий мужчина говорит и делает. А не просто болтает языком своим. И ничего не делает. Ну, в смысле, что сказал, то надо сделать. Вот. Аллилуйя. И кто серебра своего не отдает в рост? Серебра своего не отдаешь в рост? Не принимаешь дорог против невинного? Поступающий так не поколеблится вовек. То есть не принимаешь, вот, допустим, взятку, да, не берешь. Когда невиновный человек, например, да, хотят его обвинить, потому что он виновен. И он берет взятку, чтобы этого невиновного посадили в тюрьму. Вот. Вот такого человека это тоже Бог ненавидит. И поэтому, и скажите, вы соответствуете этому? Я скажу про себя, что, про себя, как о Свете, ну, как о Свете Ким, как о Светлане Ким, я не могу сказать, что я прям в точности соответствую тому, что здесь написано. Вот. Если смотреть, да, плотскими глазами, мудростью бесовской, земной, душевной. Но мы же имеем мудрость, ходящую свыше, и нам, как мудрым, мудрым детям Божьим, да, мы смотрим на себя с позиции небес. То есть здесь говорится о Христе, это Он такой. Поэтому, даже, если тот брат, да, который обещал, что приедет, не приехал, то Бог его не обвиняет, понимаете? Ну, просто здесь, на земле, вот, не будет того, что на небе. Вот и все. Если не исполняет. Вот. И поэтому, чтобы было на земле, так как на небе, на нас лежит ответственность, сделать то, что написано здесь. Вот. И Бог именно видит нас такими, непорочными, да, именно все, что перечисляется об этом человеке, который может находиться на Святой Горе Божьей и пребывать в жилище Божьем. Извиняюсь. Сейчас, секунду. Пребывать в жилище Божьем. Аллилуйя. То есть мы можем только благодаря жертв Иисуса Христа. Только благодаря тому, что Бог видит в нас Иисуса. Аминь. Слава Иисусу. Дальше. Салом 61.6. Салом 61.6. Аллилуйя. Салом 61.6. Только в Боге успокаивается душа моя, ибо на Него надежда моя. Аллилуйя. Слава Иисусу. И вот это вот жилище, да, в котором мы обитаем, в жилище Божье, нерукотворенном, в нашем жилище, мы водворились у Господа, это непоколебимо. Вы знаете, что это навсегда. И Бога, и за весь мир мы не поколебляем никогда. Аллилуйя. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Если мира Божьего нет в твоем сердце, значит, ты принял живую информацию. Откажись от нее. Значит, начал там что-то своим разумом прокручивать, то, что не Божье. Откажись от этого. И мир наполнит твое сердце. Аллилуйя. Потому что этот мир всегда там у тебя есть. Понимаете? Он всегда есть. Но канал для для того, чтобы нарушить, да, в том плане, что нарушить твой покой, твой мир, это твой разум. Вот. Через этого, через лужевую информацию сатана действует. Так вот, чтобы сатана не действовал, да, нужно, чтобы всегда думать о том, думать о том, что он под твоими ногами, что ты на небесах. Вот. И поэтому он не имеет права ничего делать. Поэтому ты ему не позволяешь, чтобы выгоняешь военные сутки пристани. И даже, по-моему, и выгонять его не надо. Знаете почему? Потому что он под твоими ногами. Он вообще не на твоей территории. солевую. Что же зависит от того, где ты находишься на небесах? Если на небесах, то не надо выгонять. А если ты веришь, что ты на земле, то выгоняй. Вот. Поэтому я советую, да, смотреть на себя, что ты на небе уже сейчас. Ты водворился уже у Господа. И ты находишься в нерукотворенном жилище Божьем. Аминь. Так. 67, 6. Я извиняюсь, не то открыла. 67, 6. Отец сироп и судья вдов, Бог во святок в твоем жилище. Аминь. Аминь. Слава Иисусу. То есть, если ты сирота, то Бог твой отец. Если у тебя нет родителей, да, если ты чувствуешься сиротой при живых родителях, то есть выход всегда. Это Бог, наш небесный отец, твой небесный он отец твой, он отец сироп, судья вдов, Бог во святом своем жилище. Судья вдов, это то есть он, ну, почему, например, женщина осталась без мужа, почему ее муж умер. Это суд Божий был такой, чтобы она осталась одна без мужа или что. Можно так мыслить, а можно мыслить так, что Бог, он защищает Богу, потому что женщина, которая осталась без мужа, да, она лишена, была материального обеспечения, потому что обеспечитель всегда был муж, вот, а тут муж умер, она вдова, вот, дело с женщиной, как раньше-то было, что воспитывать детей, вот, потому что Богом так устроено было, но так как наше общество оно несовершенное, да, вот, поэтому вот детские сады покрывались, там, какие-то еще что-то, вот, потому женщине нужно работать, у нее там какие-то амбиции, у нее другие-то мечты, реализоваться, как не знаю, ну, не знаю, кем-то стать еще, кроме жены и матери, вот, муж недостаточно зарабатывает, поэтому женщине приходится работать, но раньше мужчина был, да, работал и он был добытчиком, потому что так предопределено Богу, потому что нас обеспечивает Бог, не мы его обеспечим, а он нас обеспечит, он обеспечитель, а мы, да, просто богаты на всякое доброе дело, имея всякое довольство, только потому, что нас Бог обеспечил, вот, поэтому мы можем быть богатыми на всякое доброе дело, или быть богатыми на всякую щедрость, да, через которое Бог производит обильное благодарение Богу, через которое люди благодарят Бога, вот, да, и, 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 вот, Бог во святок своим жилищем, его святое жилище на небесах, вот, а во Христе сейчас и на земле, и на небесах, он везде, он живет в твоем доме, он живет в том месте, где ты живешь, он обитает с тобой, Аллилуйя, это материальное, да, это квартира, в которой ты живешь, там, вещи, там, мебель, у тебя есть тело, поэтому тебе это все нужно, поэтому Бог тебе все дает, он заботится не только о твоем духе, заботится не только о твоей душе, но о твоем теле, Аллилуйя, и поэтому он и дал тебе это жилище, Аллилуйя, судья вдов, Бога святом в своем жилище, и откуда сироты взялись, у грешников родителей, которые побросали до своих детей, там, или, я не знаю, или родители умерли, но вы знаете, возьмите, это за грех, это смерть, почему они умерли, в Библии в Ветхом Завете говорится, если человек не угоден Богу, то Бог умерцвляет этого человека, вот, я вчера про Липоменон читала, там, родословные, и, знаете, там у одного Ирахмиилу, по-моему, было там несколько детей, вот, и потом описывается, что у Ирахмиила была еще другая жена, и от нее родились там дети, вот, и потом, смотрю в родословной, что один его ребенок от этой другой жены, он умер бездетным, потом дальше идет родословное, опять умер бездетным, я думаю, да что ж такое, по какой причине, вы знаете, я размышляла, а потому что не надо другую жену заводить, аминь, потом дальше идет родословное, про Шошана написано, Шошана не было сыновей, а только дочерь, и поэтому пришлось дочку отдать за своего раба, и потом дальше идет родословное, понимаете, никогда грех не остается бесследным, если человек что-то делает неправильное, то всегда оставит след, вот, и в родословии вот, один его сын, ну, потомок умер бездетным, другой умер бездетным, поэтому, почему сиропы, откуда взяли сиропы вообще, Бог хочет, чтобы была семья, чтобы была мать, отец, дети, полная семья была, а не дети, сиропы в детском доме, чтобы мужья не умирали где-то там на войне, чтобы вообще вдов не было, чтобы не была женщина одна, это Бог желает, этого хочет, но так как этот мир полон зла, поэтому происходит, да, что сиропы есть, вдовы есть, и Бог приходит в жизнь таких людей для того, чтобы утешить, помочь, айвы, покрыть это все безобразие, аминь, слава Иисусу, потому что Бог совершенный, Он хочет все, чтобы все было совершенно, чтобы был порядок, все по полочкам разложено, все чистота, порядок, во имя Иисуса Христа, гармония, Аллилуйя, мир в душе, когда успех, ты все успеваешь делать, Аллилуйя, все вовремя, этого Бог хочет, и таким образом из этого всего складывается вся картина твоей моей жизни, будешь ты счастлив или не будешь ты счастлив, слава Богу, слава Иисусу, слава Христу, Аллилуйя, мы именно те люди, которые не можем жить без Иисуса, потому что без Иисуса мы бы умерли, все, вот, потому что ты знаешь себя, ты знаешь свое внутро, ты знаешь какие мысли в твою голову в короб приходят ужасные просто, Аллилуйя, Бог показывает, что что бы было, да, что благодаря Иисусу Христу, благодаря этой крови, вот, мы живем, мало того, что мы живем, мы радуемся, мы счастливы, мы часть Господа, Аллилуйя, слава Иисусу, мы достойны, достойны, это значит число 100, да, вот 100, достойны, то есть дополняешь вот все, что все, чего не достает, достойны, мы достойны, в нас много чего недостает, недостает для совершенства без Иисуса, поэтому нам нужен Иисус, и поэтому Он достойный, Он достоин, и мы в Нем, поэтому мы достойны, Аллилуйя, потому что Он покрывает все, все недостатки наши, Аллилуйя, а кому нужен Бог сильнее, того больше недостатков, понимаете, вот мне нужно вообще, мне все время Бог нужен, потому что я знаю себя вообще, аминь, может быть, я не совершаю там каких-то плохих, ужасных поступков, вот, с точки зрения людей, но я знаю свои мысли порываются, нутро свое вот, знаю, поэтому мне нужен Иисус, тебе нужен Иисус, и знаете, чем больше в человеке видишь недостатков, тем понимаешь, что Бог достоин, Он достоин Иисуса, потому что без Иисуса Он погибнет, все, вот, именно Ему нужен Иисус, все, а вообще всем людям нужен Иисус, никто без Бога не достоин, никто без Иисуса не достоин, даже если 99%, вот, в нем все хорошо, но 1% плохо, не достоин небес, не достоин во дворец у Господа, вот, все равно будет колебаться, ты должен быть достоин, Аллилуйя, благодаря жертв Иисуса Христа мы достойны, Аллилуйя, потому что Он достойный, и живет с нас, Аллилуйя, притчи 24, 15, 16, притчи Не злоумышляй нечестивый против жилища праведника, не опустошай место покоя его, ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. Аминь. Слава Иисусу. Это притчи Соломона, и он говорит Не злоумышляй нечестивый против жилища праведника. Но это праведник, да, который верит в Бога. И праведник мы сейчас, да, по новому завету, мы праведные с вами. И если нечестивый, это сатана, ева. он злоумышленник. И злые мысли, которые приходят в твою голову, да, или в мою голову, вот, это злоумышленник, который пришел разрушить твое жилище. Но ты не должен позволять. Ты не должен... Каким образом ты не позволишь? Когда ты перестанешь мыслить злое? Понимаете? Перестань мыслить злое. Отвергни эти мысли. Как тебе помочь, ну, помочь, чтобы мысли злые ушли? Дух Святой у нас есть. Начинай молиться на иных языках, начинай Слово Божие читать, все злые мысли начинай. Начинай проповедь слушать. Аллилуйя. Если ты такой человек, да, когда злые мысли приходят, прославление христианских песен включай. Вот. Пой вместе с Господом. Злые мысли уйдут. Твое жилище останется в покое. Ты не потеряешься в покое. здесь написано 7 раз упадет, правильнее ты встанешь. Не знаешь, сколько раз ты падал, может сто раз уже упал. Все равно встанешь, если ты во Христе, вообще во Христе ты никогда не падаешь. Вообще никогда не падаешь. Потому что Бог держит тебя за руку. Никогда не упадешь. Вот. это по Ветхому Завету было, что праведник может семь раз упал. Потому что когда вопрос задавали ученики Иисусу Христу, сколько мне раз прощать брата своих? До семи не раз? Тут число семь, понимаете? Тут тоже число семь. А Иисус говорит да прощай там не говорю до семи до семи десять раз. То есть четыреста девяносто раз в день прощай брату своему. Даже если он столько много против тебя зла делает. Ты каждые три минуты он должен тебе что-то плохое сделать и четыреста девяносто раз в день ты ему должен прощать. А ты помнишь там то, тебе десять лет назад или двадцать лет назад кто-то что-то плохо сделал и до сих то здесь зло на этого человека обид. Это ай-яй-яй надо далеко не достоин. Вот поэтому тебе нужен Иисус. Как только принимаешь за Христа ты достоин. Аллилуйя. Ты никогда не упадешь. Вообще ни одного раза не упадешь. Это тебе кажется, что ты упадешь. На самом деле ты стоишь никогда не падаешь. То что Христос никогда не падает. Понимаете? Он никогда не падает. Христос никогда не грешит. Аллилуйя. Он не может грешить. Аллилуйя. Это не его природа, чтобы мимо цели попадать. Всегда в цель попадает. Всегда в яблочко, всегда в десяточку. Вот. Не может быть, чтобы Бог промахнулся. Да никогда такого не может. Тем более он никогда не упадет, не споткнется. Аллилуйя. Здесь написано нечестил и впадут в погибель. Вот Господь меня нечестил и спас. Это праведное. Это что не впадут в погибель. Это новый завет. Даже если кому-то там сделало там чего-то жилище там разрушил. Чей-то покой нарушил. Не изменяются грехи и преступления. Сразу говорю, что я не делаю зланика не делаю специально там зло. Дух Святой просто не позволит это сделать. Понимаете? Вот. Все под Божьим контролем. Аллилуйя. Слава Иисусу. Так. Псалом 83 2 5 Так. Псалом 83 2 5 Как вожделенно жилище Твои, Господи, сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господне. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих. У алтарей Твоих, Господи, сил, царь мой и Бог мой, блаженный живущих в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Аминь. Слава Иисусу. Мы с вами блаженны, мы счастливы с вами. Блаженны, то есть Бог нас углажает. Если ты постоянно в Его жилище находишься, ты будешь постоянно ходить под кайфом Святого Духа. Аллилуйя. Постоянно испытывать наслаждение. Аллилуйя. Все время находиться в атмосфере любви мира Божьего. Аллилуйя. Покой в сердце. Написано как вожделенное жилище Твоей Господи сил. Вожделенное то есть желанное Его жилище. Я хочу во дворе отца у Господня. Я хочу жить в этом нерукотворенном жилище, которое находится на небесах. И я уже сейчас живу. Аллилуйя. И это начальник кухора на детском орудии Кореевых сынов Псалом. И истомилась душа моя желая во дворы Господнем. Сердце моё плотно восстаркаться к Богу живому. Те, кто знает Иисуса, они понимают, о чём речь идёт здесь. Потому что когда мы не бодрствуем, когда мы суетой, суета, вот всё такое. Вот. И теряется покой мир в сердце. Нам нужно быстрее к Богу прибежать. Потому что душа она требует Бога. Я хочу Бога, хочу Бога. Я хочу с Ним сейчас остаться наедине. Оставьте меня в стене. Никто не мешает мне ещё. Я с Богом хочу. Вот. Душа томится по Богу. Ничего не радует вокруг. Ничего не радует вокруг, когда нету, когда Бога не хватает. Я хочу Бога. Аминь. Я желаю во дворы Господни. Сердце моё и плоть моя восторгаются к Богу живому. То есть и Дух наш, внутренний человек, и физический человек тоже, плоть наша восторгается к Богу живому. Аллилуйя. Мы испытываем восторг от того, когда мы встречаемся с Господом, когда мы соединяемся, восторгаемся, когда наша душа начинает ощущать его утешение, прикосновение, бальзам на наше сердце, врачество, врачество. Душа наша просто умирает без Бога. Я без Бога умирала просто всё. Я не могу видеть его. В такой степени я нуждаюсь постоянно, чтобы он был со мной. тебе даже твой муж не будет радовать, твоя жена не будет радовать. Если у тебя нет гармонии с Богом, мира, сердце, ни деньги твои не будут тебя радовать, ни хорошая зарплата не будет, ничего не будет радовать, если у тебя нет отношений с Богом. человек ищет Бога. Все 7 миллиардов на планете Земля, 8 миллиардов ищут Бога. Все ищут. И Библия говорит о том, что вся тварь совокупно стинает и мучается до ныне. Вот. Ждет откровения от сынов Божьих. То есть когда от сыны Божьей откроются. Аллилуйя. тинает, мучается вся тварь. Они все ищут Бога. Все. Они мучаются все. Аллилуйя. Аллилуйя за то, что в нашу жизнь пришел Иисус. И что через жертвы Иисуса Христа мы имеем возможность общаться с Богом на равных. Аллилуйя. С дерзновением приходить к Нему. Вот. Что мы достойны. Аллилуйя. Не так, как в Ветхом Завете, да, там мы так пришел и сказал я недостой. Вот. Даже посмотреть на небо не достоин. Вот. Потому что он ощущался таким грешником грязным вообще. Вот. Иисус сказал, что тот ушел оправданным больше. Но это, знаете, это Ветхий Завет. А фарисей пришел и он там себе говорил я такой хороший и это все, все, все. Не такой, как этот мытарь. А Иисус сказал, что вот этот мытарь, он пошел оправданным больше, чем этот. То есть мера оправдания этот больше, этот меньше. А во Христе мы оправданы все одинаково. Там нету меньше, больше. Ты оправдан ровно настолько, насколько праведен Бог. Ровно настолько, насколько праведен Иисус. Аминь. Там нет больше или меньше. Слава Иисусу! Когда мы восхваляем Господа, знаете, что когда ты восхваляешь Господа сейчас, ты восхваляешь себя, потому что ты Христос одно. Когда ты восхваляешь Отца небес, это восхваляешь себя, что я и Отец одно, ты и Отец одно. Малилуй. Когда ты человек, мы вообще все нуждаемся в поклонении, знаете. У нас все, что заложено в нас, чтобы нам поклоняйся. Вот. У нас природа Бога. Вот. И когда мы поклоняемся Богу, когда мы поклоняемся друг другу, аминь, мы поклоняемся себе, потому что ты должен любить тебя в первую очередь. Ты не должен там себя говорить ой, я такой. Ну, понятно, да, какой. Надо говорить, что я хорошая. Аллилуйя. Потому что Бог хороший. Я добрый. Аллилуйя. Я щедрая. Я славная. Я красивая. Я прекрасная. Аллилуйя. Слава Иисусу. Я прекраснейшей женщине. Аллилуйя. Я желанная, вожделенная. Аллилуйя. Слава Иисусу. Мы возлюблены лучше всех. Аллилуйя. Вот так надо говорить. Слава Иисусу. Так. Псалтырь. Так, 83. Я какого 1, 27. Я какого 1, 27. Я какого 1, 27. 7. 7. 7. 8. 8. 8. 9. Чистое непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, что презирать сирот и вдох в их скорбях и хранить себя неоскорненным от мира. Аминь. слава Иисусу. Ну, благочестивая жизнью нам для чего нужно жить. Здесь говорится именно вот непорочное житье, да, благочестивое, чтобы люди тебя видели. потому что пред Богом ты и так чистый. То есть тебе похвала от Бога, не от людей. Но если ты хочешь получить похвалу от людей, здесь нужно хранить неоскорненным от мира, вот, презирать сирот и вдох гость скорбяк. То есть это характер Бога. Аминь. Аллилуйя. Потому что Бог такой, мы уже читали, размышляли, да, что Он отец сирот и судья вдов. Аминь. Слава Иисусу. Так, 2 Петра 3, 10, 14. 2 Петра 3, 10, 14. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же разгоревшиеся разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествии дня Божия, в которые воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая всего, подщитись и явиться преднем неоскверненными и непорочными в мире. Аминь. Видите? Здесь говорится о мире, вот этот мир, где неверующие живут. Вот здесь нужно быть непорочными, но пред ними именно и неоскверненными. Это нужно не для Бога, это нужно для этих людей. Вот. И потому что во Христе вот, ты уже неоскверненную. Ты совершенны, ты неповинны, непорочны. Вот. Поэтому это вообще не должно относиться к себе, как, что ты там есть возможность, ты можешь еще оскверниться. Бог не может оскверниться, Христос не может оскверниться, понимаете? И Христос не может быть порочным в этом мире. И здесь говорится, что небеса разгоревшись, разрушатся, воспламененные. Небеса разрушатся. Они уже разрушили эти воспламененные небеса. Воспламененные небеса это когда Михаил Архангел победил сатану. Низверг его на земле. Вот. Вот это были воспламененные небеса. Они разрушили эти небеса. Когда ела был свернут, вот это и было новое небо уже. Это считается новым небом. Вот. Новая земля, на которых обитает правда. Аллилуйя. Потому что ты творишь правду, ты творишь суд. Аллилуйя. Вот это и новая земля. Аллилуйя. Ты же везде суще. Такой же, как Господь. Ты на небесах сидишь во Христе Иисусе. И по земле ногами ходишь. Ты везде. Так же, как Господь везде. Аминь. Слава Иисусу. И на этом небе, где мы сейчас находимся, в неркотворенном нашем жилище, в котором мы выдворились уже у Господа, вот, обитает правда. Слава Иисусу. И как ожидать нового неба и новой земли? Когда ты услышал то, что тебе Господь сейчас сказал и принял, а до этого ты ждал нового неба и новой земли. А сейчас просто поверь, что ты на новом небе и на новой земле. С этого момента ты на новом небе и на новой земле, на которой обитает правда. Все. Но если еще ждешь когда-то, может быть, ну, жди тогда, когда вот. Потому что земля и все дела на них горят как? Потому что все дела, которые на земле в миру, да, вот, они разрушатся как? Потому что все будет бесполезно уже. Бесполезно создавать радость, смешить людей, создавать какие-то фильмы, которые неактуальны для тех людей, которые уже поселились на небесах. Потому что то, что ты уже сейчас смотришь, это уже не смешно. это не приносит радости и удовлетворения. Потому что истинная радость, истинное удовлетворение, радость смех дает Господь на новых небесах, на новой земле. Аллилуйя. Здесь новое, все новое. Аллилуйя. Здесь все новое. Аллилуйя. Я ненавижу смерть. Аллилуйя. Я ненавижу это все. Я ненавижу фильмы эти, где христиане умирают. Когда их хоромонят и так далее. Я ненавижу это все уже. Я раньше смотрела, знаете, вот там фильм такой есть. Женщина в браке они прожили там муж с женой. И он сорвался христианин и назовел себя любовниц. и потом там показывают фильм, как эта жена попросила его просто носить ее на руках. вот. Я соглашусь подписать в общем документ на разводе. Если ты меня будешь каждый день носить на руках когда будешь уходить на работу. От постели до двери чтобы дочка видела. И вот он ее носил на руках и она потом на какой-то день умерла. Подписала а ему уже не хотелось разводиться с ней с женой своей. Но она умерла от рафа. Я ненавижу такие фильмы. Ненавижу когда христиане умирают. Ненавижу. Раньше какой-то смысл видела. А сейчас я не вижу. Смерть это всегда плохо. Мы должны взять власть над смертью. И он там плачет это уже не актуально для меня все. Не актуально. для меня. Он сидит и обтекается раскаивает. Вот. Поэтому драгоценные. У нас тоже все новое. Новая небеса, новая земля. На которых обитает правда. Вот смерть вот этой женщины верующей, которая изменила муж, там завел себя любовницу. Христиане входят в церковь. Он это не новая земля, не новые небеса. Это еще старая. А мы живем уже на новых небесах, на новой земле. Ты владычествуешь, ты царствуешь. Пусть Иисус чести отцарствует. Аллилуйя. Аллилуйя. Пусть вера твоя действует любовь, ибо любовь не делает ближнему зла. Поэтому когда ты владычествуешь, ты царствуешь. Всем должно быть хорошо. Аминь. Балый Иисус. Давайте с вами споем «Жилище». И закончим нашим бедослужением. Плава Иисусу! «Жилище» С тобой я подыхаю и очень желаю обретя мое жилище небесное жилище. И многие жилища и подыхают и обретя желают что мне рука твою ты вечный что им не обоговечный «Жилище» мое просветет меня оправдает сон неоткорненность мира грани и «Жилище» он благословит «Жилище» мое просветает И Иисус меня обрагает «Жилище» меня научает и жилье мое благословляет с тобой я восхищаю и и очень желаю обретя мое жилище небесное жилище небесное жилище небесное жилище аллилуйя слава Иисусу давайте помолимся коротко за пожертвования помолимся очень наш и на этом закончим нашу официальную часть благослужения но я с вами не прощалась потому что Отец и Дух Святой служит нашей церкви угласу точно аминь дорогой небесный Отец все мое это твое а все твое это мое Отче наш сущим на небесах да светится имя твое да пришло царство твое да есть воля твая меден лекут на небесах хлеб наш насущный дал нам на сей день и простил нам долги наши как и мы простили доложникам нашим и не ввел нас в искушение но избавил нас от лукавого ибо твое царство и сила и слава по веки аминь ибо 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 Продолжение следует...